шалом урок 9 на прошлом занятии мы с вами начали учить глаголы и извиняюсь что до сих пор не вышло домашнее задание но появится скоро будущем я надеюсь домашнее задание и тот его хочет сделать может послать потом ответы на мэйл а цукерман там есть на сайте этот мэйл а цукерман штудель . студель и толдо . ру я проверю мы говорили про то что глаголы они строятся с помощью определенных шаблонов как какие-то такие трафареты рамки да например это инфинитив формы по аль это один из семи семей из глаголов называется по аль биньян по аль или биньян каль и так это выглядит первая буква ламет до обычная голосовка ли потом корневая буква корневая буква о и снова корневая буква и мы говорили примеры этому например лихтов лихтов также относится слово лиль мод то есть если мы знаем какое-то слово или корень берем этот корень и подставляем например есть слово зикарон там есть корень заин хав рэш захар это уже учили захар зикарон так мы берем этот корень заин хав рэш ставим в этот шаблон то что мы получаем получаем ли скор ты скор получается лихтов лиль мод ли скор и так далее много-много глаголов вот в такой форме это инфинитив что делать да когда мы говорим инфинитив когда мы выставляем модальные глаголы как хочу могу должен то хочу это рот и например они рот и я хочу они рот и лиль мод инфинитив хочу что делать лиль мод рот и лихтов лё рот и лихтов не хочу писать и так далее это инфинитив теперь настоящая форма для другая структура так выглядит настоящая форма вам это исчезает остаются только корневые буквы и вторая о да если мы занимаемся словом лихтов то мы получаем qt в настоящее время они qt в атаку ты я пишу ты пишешь также будет ломет за хэр и так далее настоящее время если женский рот добавляется то в конце qt вид лометит за хэрид если это множество число мужского рода то будет код вим лом дим добавляется им в конце за хрим помним мы помним да допустим а на хну за хрим мы помним и так далее иногда есть видоизменения в голосовках это случается когда у нас появляется гортанная буква например буква хэд в конце слова мы уже говорили что там угасовка считается до буквы да не как обычно что сначала буква тома голосовка а если есть хэд сначала огласовку потом буква иметь за голосовка а например слова моах мозг моах до 2 гласные подряд но ах есть слово перах там тоже хэд в конце ты корень перах перейш хэд ставим и сюда получаем ли фровах до инфинитиве имеется виду в инфинитиве тут будет порой ах настоящее время порой ах ли фровах давайте посмотрим это на на слайдах что было понятнее а вот видите слайд в конце это буква хэд перах корень перах поэтому будет инфинитиве фровах настоящее время будет порой ах и теперь внимание в женском роде есть еще одно изменение вместо огласовок и в конце как вы говорили котовед лумей да тут будет видите уже парах от тут меняется по рах от такое видоизменение надо запомнить также если у нас третья корневая буква она будет буква айн то мы имеем что-то подобное данный пример есть слово лишь мо как вы знаете шма израиль слушай израиль шма шма как это корень корень шма третья буква айн что мы получаем мы получаем в инфинитиве будет лишь моа шма лишь моа настоящее время шумая шумы и грянский род шума от снова а они как вылоку тэвид луме дэдзо хэрэд а шума от из того что у нас третья буква она айн вообще такое это правило такое вы видите что всегда когда есть и гортанные буквы такие как хэд айн хэй даже алиф иногда это признать того что надо быть готовым к сюрпризам скорее все будут какие-то изменения кстати в этом случае почему меняется звук на а потому что может быть звук а он ближе находится горло часто увидим еще подробнее есть еще примеры например если будет первая буква гортанная первая буква гортанная например слова халав халав молоко да так как будет доить молоко можете догадаться берется наша форма инфинитива вот такая вот ставите сюда корень халав хэд ламбет бет получается лохлов только не ли алла почему то что у перед гортанной звук меняется на а потому что звук а он ближе находится горло чем или лохлов и другие глаголы это из этой серии лохрош по хате и так далее теперь теперь мы перейдем к лицам мы учили глаголы теперь мы хотим сказать кто делает что-то да кто делает что-то да я слышу они шумы а то шумы а это нужно от лица вообще тема сегодняшнего урока это это личные миссии личные местоимения придержательные местоимения как это работает вот эта таблица таблица таблицу нужно запомнить знать ее если этого не знает у дальше очень трудно учить продолжать то есть это необходимо эта база они я а то ты от это женский род гу он ги она это все было единственное число теперь слева то же самое такое множественное число да это тоже первое лицо это множественное число анахну было они стала анахну ата ты а тем это вы от женский род а тем вы женском роде угу гэм ги гэн всего 10 10 лиц не так трудно запомнить тем более что видно что анахну чем-то похоже на они только более длинным да было не стал анахну а то а тем тоже схожи а то тэн гу гэм ги гэн это запомнить и помимо этого что вы не сколько сколько мы видим именно тему нашего урока это как сказать мне был был я я мне а здесь предлог ламет который образует дательная поддержка мучему берем этот предлог ламет и ставим к нему еще одно окончание одну букву в данном случае ют эта буква намекает на я получается ли ли то есть ли относится к я буквы ют относится к я буква хав суфит лиха относится к ты лиха это может быть тебе это могут другие переводы на иврите но принципе надо запомнить что ют относится к я ха относится к ты а вопрос какой будет предлог или ламет или могут другие предлоги если предлог бет то будет другой смысл би это допустим во мне в меня и так далее лах относится к грянскому роду второго лица детское число от лах у это ло она и ля то есть ей анахну лану лану а тем лохэм а тем лохэн хэм лохэм хэм лохэм хэм лохэм хэм лохэм в данном случае очень важно запомнить имена окончания поэтому не выделено красным цветом сам предлог еще раз он может меняться да это есть разные предлоги ламет бет и цель им это все тема нашего сегодняшнего урока и так далее другие предлоги но самое важное запомнить что ют относится к них я сказал анахну то есть там будет ну ведь это похоже да они последняя буква ют и поэтому тут тоже ют анахну оканчивается на ну и ту тоже ну гу слышится у и здесь у и это в данном случае это женский год поэтому конце будет ла тут совсем идентична м лохэм хэм лохэм это может более трудно трудно сложно запомнить но вопрос на памяти запомнили тем лохэм и теперь примеры с этим посмотрим примеры когда как это используется вот например пирки а вот пирки а вот 3 3 глава пирки а вот там написано так рабе лазар лишь протуса умер тэн ло миши лохэм миши лохэм шатаве шелха шелохэ ве хэм бдавиду умер кимимха акуль в метха на тану лохэм имеется ввиду лиха тут общий такой вот такой что сказал рабе лазар из бартута вместо которого он сказал так тэн ло дай ему видите тэн это дай а вот это нашелло кому ему о окончание о это относится к гу правильно вот мы видели гу он оканчивается на о то есть дай он как бы да намек на он получается дай ему тэн ло кому кому ему творцу дай ему миши лохэм от от ха шелло так как и ты и все что есть у тебя на самом деле это все его и также мы видим написано про давида мелеха там давида мелеха сам это говорит эта книга диврея мим это такое сокращение ведь дали тэй диврея мим первая часть две части пирка в тэд диврея мим первая часть там сказано что весь народ израиля они принесли жертвы раз имеют пожертвования золото и так далее либо это или байт ашем для храма ну и когда я был сидел при при давида мелех ким миха а коль помеят х на тнулах они принесли и были очень рада что не принесли совершенно не не сжили что не вот очень много отдали для этого и давид был рад и не так сказали ким миха а коль все равно все от тебя умеет хана танулах мы дали тебе лах вот этот лиха лиха тебе дали тебе меня тхан из твоих рук так как будто мы получили своих рук и передали в твои руки обе лазар хочет сказать в общий такое мировоззренческий план что все что у нас есть это все у нас есть от от всевышнего и поэтому когда мы даем должны понимать что мы всего лишь отдаем то что и так то что так было нам дано для того чтобы этим поделиться так мы как будто являемся как будто мы являемся казначеями казначеями то что мы или посланниками нам дается какие-то имущества в том числе здоровья все то есть нам это дается для того чтобы мы это правильно использовали не использовали то на лишние кита развлечения а это правильно использовали помогая нуждающимся или тратит это тратит это на то что называется хавцы шамайн хавцы шамайн по поводу полагать помогать ближним это есть интересный момент кому помогать уже некому менее важно есть интересная лоха что если человека кто-то кого он не любит мягко говоря называется сон и даже может ненавидит у него есть сон и тот кого она его ненавидит ненавистник одного не друг друга скажем ненавидит или только он его ненавидит так может быть надо ему дать первую очередь а только потом дать другому человек который который относится то есть они нейтрально тут вопрос почему ты человек его не ненавидит либо она вы не видит того что когда-то он ему тоже чего-то не дал теперь на него держит обиду да он не дала тоже ему не дам так сказать нельзя да здесь пицца что не хранить летен комблете тор нельзя делать возмещать размещать или 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 попомнить помнить плохое даже в сердце да а ты мне дал эту же тебе не дам или даже когда ты ему даешь сказать я тебе даю но потому что не как ты ты мне дала вот я тебя дам я не как ты ты меня должен я тебя доложу это все делать нельзя и в таком случае всех вот по этой причине не любит не любит своего ближнего то лучше дать сначала ему тому которую как бы не 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 влюбил они другому человеку почему потому что очень важно для человека это что давая цель отлеку фитерс роль лишь бы лишь борту цена то есть себя пепе переломать на себя то есть месть себя перебороть или просто чтобы наладить с ним хорошие отношения к рачек дает кому-то тем самым он народ с ним и хорошие отношения и танец которую было него она может пройти но если он если чек не видит не не любит ненавидит кого-то по другой причине это что-то что-то не дал или он как чем-то обидел а из-за того что он знает что этот человек он на самом деле делать какие вещи которые делать нельзя запрещенные вещи он делает поэтому ему это неприятно он его не любит он его ревнует богу таком случае не надо давать ему преимущество а можно сначала помочь другому человеку это по поводу помогать ближним а хавтешамая штука хавтешамая имеется ввиду тратить деньги и имущество на синагогу давайте на мизузы тфилин другие до покупать мацу и так далее это тоже очень важно понимать что мы на это тратим и для этого на принципе и даются средства иначе получается некрасиво получать нам есть средства для чего они чтобы делать 300 делать желание того кто надо идут средства мы тратим на какие-то другие вещи получается некрасиво им и часто мы уже привыкли мы уже привыкли что за синагогу мы не как бы можно не можно не платить мацу нам дают и и так далее помогают то есть если у человека нет возможности это это нормально это ладно но есть возможность зато конечно надо помнить что тэнь ло миши ло да да ему тэнь ло от того что и так ему принадлежит и объяснят мифаршима хавтешамая тэн ло киаташи ло потому что ты тоже его это перки а вот вообще перки а вот сейчас учит между праздником пессах и сука это очень интересно почему в этот период учит прики а вот праздник пестах человека он поднимается это период когда человек принимает какие-то хорошие решения важные решения я буду лучше я я улучшусь но очень быстро это чувство может забыться это забывается и поэтому изучать и перки а вот это такая этика мусор чтобы все время чека подпитывать и помнить о тех решениях которых он принял а ты а то и о том ощущении праздника да как 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 все хорошо и и продолжать в этом направлении кстати идет что именно этот расслабление после праздника пессаха но но и повлияло смертит 12000 пар чекуфы и рбеакивы траву который мы сейчас соблюдаем известно что они лена галука вот збз то есть эти тонкие мотивы неуважение которые связаны с обращением в разговоре или плохо слушать друг друга да это все касается того что угли на прошлом уроке пессах то есть они не выполнили пессах пессах то есть говорить красиво без лошона раз и уважать почему это произошло почему не произошло потому что именно был упущен момент праздника пессах поэтому поставить учить перки а вот это не прямое следствие история с очками ребяти вы по принципе известно что после после праздника человек может немножко расслабиться тогда есть вопрос почему же мы это не очень после праздника сукот также есть праздник также есть али али регель поднимаем сирусалим тоже человек может после праздника расслабиться однако зимой нет притя вот почему из такое объяснение интересное что зимой чеки так находится состоянии богобоязненности свои состояние трепета потому что есть зимой есть молния и громы почему есть молния и громы нам же кажется такое явление природное да правильное там электричество появляется молния разряды гром на самом деле грыта вот и что это это не случайно это не случайно это сделано для того чтобы имя человека держать все время на чеку дословно говоря выпрямить выпрямить у человека все его изъяны и и и и и кривизну да то есть чекай всегда такая как бы нытья склонность склонность как бы думать неправильно думать о чем-то другом чтобы это исправить чтобы человек направить на прямо попали по прямому курсу если с неба на напоминают это нам показывает то что как люди раньше были чувствительны таким разным намеку когда когда сильная гроза и сразу начинали трепетать сейчас мы менее которые чувствительны хотя когда сильная гроза то мы тоже начали о чем-то задумываемся тут было вот русалим было казана после недели очень сильное очень необычное время довольно поздно после песок тогда люди на самом деле начинают уже волноваться что-то что-то не то может кто-то нас гневается и так далее интересный факт касающийся грозы кстати мы стали молния есть молния грома отвод от молния грома отвод кто придумал грома отвод интересный факт все знают этого господина который изображен на купюре 100 долларов бенджимин франклин да и все его знают как политического деятеля одного из первых в америке на самом деле он еще был и большим ученым сейчас эти области электричества он придумал батарейки он придумал понятие плюс-минус он придумал зажигать порох от из искрой вообще был такой очень интересный ученый очень интересная история он рос в семье где было 17 детей я была небогатая тем не ему это не помешало вырасти учиться конце он даже был первым членом российской академии наук иностранным он именно он и забрал грома отвод но что еще более интересно что до него грома тут грома отвод упоминается у нас талмуде то сев там асахачабад 7 7 седьмая часть там сказано что если есть цыплята вот вместе будут клетки цыплята огороженное место для цыплята цыплята и сказано что можно туда вставлять железный пруд для того чтобы отводить от них молнию это можно делать а вот ставить пруд для того чтобы не быстрее росли этого нельзя делать почему так там обсуждается тема что можно делать тоже связано с колдунством до дарке и мури разные вещи кто связаны как бы с магией так такие вещи делать нельзя то есть чтобы они быстрее росли это это дарке и мури этого явления нет объяснения природного научного такая связь между железом это чтобы тебя добиться и росли это непонятно это какие-то связи китая с непонятные далекие дарке и мури этого делать нельзя а вот а вот вещи которые научные и природные как отвести молнию вот-вот их домика это да можно делать мы видим что давно-давно уже больше 2000 лет назад был известный евреям про громоотвод но потом вот видите ученые потом это снова начали находиться и снова это нашли это часто очень бывает что какие-то вещи открывают которые в тоже давно уже сказано и это происходит до до сегодняшних дней давайте теперь коснемся непосредственно нашей темы сегодняшнего урока как мы сказали сегодня мы учим личные местоимения их сочетание с предлогами мы показали на примере предлога ламит ли лиха и мы видели и пример из перки а вот но там был пример но все его но и дай ему мешало да потому что все что он дает там было лиха лиха дает дает тебе их а если еще примеры есть рассказ про встречу якобы и сава они встречаются якова и сава встречаются это след следующий следующий сайт следующий встречи якобы и сава там написано так шах на это биркать и как нет биркать и шире вета лах а живут из местных живат лах киха ныне и люкин пикиешли коль тут останавливаюсь вы видите написано ешь ли коль говорит якова и сава возьми возьми то что я тебе даю у меня есть все что мне надо вот это место ешь ли ли есть у меня ешь ли коль мы выучили еще одно слово лучше слово ешь есть 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 у меня есть ли коль как будет есть у тебя ешь лиха ешь лиха ешь ли ешь лиха как будет есть у нас ешь лану так далее так можно пройтись по всем и десяти лицам и сказать со всеми лицами до кого что есть или эйн это будет или ты нет или нет у меня и не ешь ли или другой пример рассказывается про и сэфа юсэф когда он работал у путифара был его дома дом рабочим поначалу потом стал совсем главным там сказано так вы имя за и вкид потом бы быть то это имеется путифар он назначил главным себя дома аль коль ашер ешь ло написано аль коль ашер ешь ло все что было у него бутифара он поставил юсэфа на цепь что есть у него до коль ашер ешь ло что мы видим ешь ло есть у него и дальше ваев ваев ваеварых ашем это бейт амитри пила люсэф благословил бог дом этого египтянина из-за юсэфа выберка ташем выходишь решло и было бараха благословение во всем что есть у него путифара юсэфа баку ашер ешь ло куда птифар знал что и сэф он у него есть бараха но завтра увидел что и сэф все время молится все время с кем-то говорит да он понял что у него и связи у и сэфа поэтому понял что надо его назначить додать ему сукаторный чтобы было бараха в виде ешь ло снова есть у него если было бы если мы хотим искать у нее как мы сделали ешла да потому что и она относится ла ешла и так далее теперь можем уже сказать разные примеры до моешь маэйн вот видите просто предложение предложение да вот эти предложения например можем сказать вопрос моя шлиха что есть у тебя маэйн лиха чего нет у тебя для вопрос ешь лиха кесов кесов это деньги и такого предложения есть шло савланут оваль эйн лозман как это переводится ешло савланут оваль оваль это но энд лозман получается у него есть терпение мы учили славанут но нет у него время времени ешло савланут оваль энд лозман или может быть наоборот ешло сман оваль энд лозавланут есть у него время но нет у него терпения ешло сман оваль энд лоз валун и так далее вы можете играть с этими примерами подставить разные лица тренироваться ешла сман у нее есть время ешла нузман и так далее что то есть главное запомнить отношения между окончаниями этими и и о ну а тут все что после буквы ламит и лицом до каком лицу что что относится и так это эти окончания не такой принципу играют с другими предлогами попробуем предлогом б б б б это принц приводится как в в в например есть у нас предложение паверах и руки матьем и швиве к дэшу то слышится знакомо потому что такие душ на шаббат мы говорим кедуш чем шиши на паверах и руки матьем и швиве к дэшу то благословил бог и седьмой день я светил его к его шават николь малах то потому что в этот день о это он кто он день йом йома швиве в этот день к его шават отдыхал николь малах то другой пример тоже с во сказано про то как было были созданы деревья трава растительность в дуци арац дэши эсф мазрея зэра да какая-то травка с семенами лиминеу разные виды в эц осе при было так были также деревья которые делают что при слову с прошлого урока похоже на фрукт это фрукт плод при ашир зо зароба зароба в том чистоши же зароба зер это семена в нем по фрукте сказано были созданы такие деревья которых были плоды и в этих плодах внутри внутри были семена например яблоко апельсины груши все что вы хотите все что мы знаем это работа по этому принципу то что было создано при мазре береши до сих пор это не изменилось да давно мы еще не не придумали так чтобы снаружи было косточка внутри плоды принципе принц того что зароба так это задано задано из разные виды этого снова в него еще пример про но к ног когда он спасался на своей на своем корабле ты в одно ты в одно в его ильнох куэля тива шнэйм 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 миколя баса по 2 по 2 пришли от каждого от каждого животных кроме тех которые товар их пришло не по два чтобы больше чтобы можно было вести жертву шнэйм шнэйм по 2 миколь басар басар это басар это имеется ввиду общем животные аширбо руха им снова аширбо бо в нем в чем в нем в этом в этом басара в этом в этой твари живой руха им есть жизнь к ним пришли живые существа увидим как используется т.б. с окончанием о в нем в нем в нем в нем в нем очень хорошо это были примеры с таким успехом можно сказать все вот это видно бах бх сказано сказано про машира бейну свыше не говорит что евреи должны в тебя поверить так же как не верить в меня и юмара шэмэр эль муше и не анухи ба алейха ба ва анан если было раскрытие в облаке ба вури шма аам бед евреи бедабри и мах я свой говорю они слышка я свой говорю услышка я свою в гам бх ямину ямину то поверят они поверят мы говорим по-русски верить в кого-то да то же самое верите верить в кого-то верить в тебя ямину бх ямину бх ямину бх для амин бх интересная вещь который самом долларе который вам показывал там с другой стороны тоже есть такая фраза верить в кого-то да вот другой стороны написано по-английски да энга дует раст мы верим в бога мы доверяем богу над быть раз если мы хотели написать такое на еврейте на шагерик например вы бы написали она хну маме ним или бот хим бэш и так далее это поводу б блог бы дальше дальше посмотрим слайды или амин и следующий слайд сайт тут мы видим веки добра илью сэф это говорит уже жена путифера после того как он стал дома часто появляться жена путифера положил у него класс он не понравился это неудивительно веки добра илью сэф йом йом велёша майлия она к ним говорила его уговаривала велёша ма не слышал или я ее тут мы видим тоже видите окончание эй то есть намек на ги она он не не слушался лишь кав ицла льет има тут мы видим еще два новых предлога эцель с окончанием эй эцла как бы у неё льет има им это с с ней то есть он ее не слушал не хотел лишь кав ицла лежать у как бы возле нее ицла эцель плюс эй эцла льет има быть с ней льет это быть има с ней теперь мы понимаем что если мы хотим сказать примеры с нами будет иману со мной будет ими так далее только меняется только меняется окончании вот например интересный пример про то как приходит к белому звать его на дело палат посылает посланников за белом история известная год идем с нами есть дело да даже не хочу выбрать какое но белома поначалу отказывается он как я с вами не пойду приходит к нему еще раз и он потом соглашается что интересно только от описывается описывается такими словами пьемы руки милибелом вот или хима им то ведь бром говорит что я с вами не пойду только если мне бог скажу могу с вами пойти он говорит утром поговорим ночью бог ему сказал лёте лех не иди и моим не иди с ними с этими посланниками которые привезли за тобой не иди с ними им с м они не иди с ними потом не приходит к нему во второй раз больше предлагает ему добра тогда он говорит так он соглашается прицел закладывать потому что ему было ночью как по как как будто пророчество что только то сон да у него было сказано так в руке мельбелом лайла ночью я мерло сказал ему видите лопло сказал сказал ему но им лекро леха что такое леха лекро это звать лекро это читать а также это звать лекро леха если позвать тебя леха бау они пришли кто нашим люди кум лехи там да встань иди и там с ними вопрос почему есть написано и моем и туда рейсы не там ведь здесь могу both писать кум лех как здесь и моем с ними или же морозили здесь был написать первым случае можно писатьali я хитом с ними то есть и моем и итоге первые ско с ними однако мы видим почему то есть разница почему то есть два разных слова предлог имя предлог от чем-то отличается чем они отличаются одно из объяснения таково что с можно быть быть вместе в разной степени можно быть вместе очень сильно и физические идеи на полностью вместе это намекает предлог им дабы говорит не иди с ними потом когда белом получает разрешение пойти с ними сказано и там и там это с с кем-то вместе но не заодно то есть это иди с ними да но то что не те говорят ты не делай то есть человек может куда-то пойти да но оставаться при своем мнении это на этом это предлог это и там так это объясняет разница между им и это тут еще хочу помнить очень важную вещь что при использовании глаголов очень важно обращать внимание на предлог который идет после глагола например в этом случае ликро ликро ле дамы скажут что ликро ле это означает звать кого-то если было бы ликро это предлог это было уже читать то есть разница между читать и звать заключается в предлоге потому что слово одно и то же глагол ликро это переводится и читать и звать как мы говорим мы как тебя зовут их курим леха как и зовут как тебя зовут их курим то есть если леха то это звать из читать то это будет это они куры это софер я читаю и книгу это важно смотреть на предлог после 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 глагола еще пример с употреблением этого окончания второе лицо русской рот десне число хав правильно предлог аль тут рассказывается книга изра рассказывается там изра говорить что после того как евреи вернулись из галута изра говорит господа мы пришли приходим в израиль пришли в израиль следует расстаться с женами с вашими которые не еврейки там даже дети как у кого-то дети уже появились которые были идолопоклонники зра говорит это не дело да а вы сейчас вернулись из галута в израиль начинаем новый лист да придется жон отпустить и вместе с детьми и все согласны все принимают это и говорят ему говорят изра говорят кум ки алейха давар как бы встань потому что алейха давар то есть это все от я зависит алейха на тебе это эта вещь ванахну и мах хазак ва се мы с тобой анахну и мах видите им с хав суфит снова с мы с тобой то есть эта вещь она на тибет и за это ответственный алейха мы с тобой хазак быть будь сильным и и делай делай то что ты говоришь до момента нужно жены еврея отпустить кум ки алейха давар ванахну и мах хазак ва се то есть мы видим что это эти вот эта структура на все время все время все время везде встречается и мало того что это употребляется с предлогами это также употребляется с просто со словами будет какое-то слово допустим вот слово давар давать вещь до подставляем к этому слову окончания 2 рейха это будут твои вещи дебурта тоже разговор товар их это твой разговор так далее теперь поскольку мы уже немножко выучили глаголы настоящее время мы выучили предлоги с окончаниями личными мы можем начинать уже потихоньку строить какие-то фразы попробуем кое-что что что мы можем сказать вот например можно так сказать у ломет и то и то это то что вы видели про белом а и там с ними только в этом лучше это это с ним тут есть и вот там было без полное написание поэтому есть вот это это с ним он учится с ним у ломет и то и ломет и то она учится женский рот там добавляется с ней это тут о тут а это с ним это с ней у ломет и тану он учится и тану ну а нахну ну помните а нахну ну он учится с нами следующая фраза на более длинная интересная тут написано у ле руце лил мод идти у ле руце руце это хочет он не хочет лил мод тут уже глагол в инфинитиве потому что после хочет хочет что делать учиться инфинитив что делать поэтому не настоящее время как здесь а 1 ломет 1 ломет это там этот финанси и 2 ломет она ломет корневая первая корневая буква слова ламад получается лил мод у ле руце лил мод идти он хочет учиться со мной рот или мод идти или другое слово за хэр помнит они за хэр алейха это значит они за хэр я помню аль 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 это ли о или на как бы как вы видели про изра али хадавар на тебе это на тебе или то на или на или о я помню о тебе не за хэр алейха и за хэр от олей ну она помнит о нас так получается хизу хэр от олей на напомнил нас и так далее так далее можно делать бесконечное количество вариаций всего этого главное запомнить слова еще какие-то какие глаголы из этой серии мы видели слова ему на это вера глагол будет мамин они мамин я верю и мамин употребляется с предлогом б до мамин б мишу верю в кого-то либо машу во что-то кесов это мы видели деньги также это серебро то что раньше трюлялась серебро в качестве денег кесов деньги серебро я помню что золото будет как за это мужу чили за хав золото по ремейски дав за меняется надо лет это буквы которые похожи за индолит кесов деньги и глаголы или мод или моды ли скор лик доль лиг мор лир от все глаголы из одной группы ли рот немножко отличается тут как бы алик да снова попали поля заката направляются немножко видоизменения ли роту принципе это все это все биньян по аль колесом простая форма или мод учиться ли скоро лиг доль корень год гадаль расти лиг мор заканчивать лир от это видеть попробует на будущее время да как быть я вижу они ламы от убираем вах перед перепрыгивать сюда получается они рук и почему они рэп потому что это так последняя она не корневая как мы в прошлом уроке она не корневая корневая будет буквой и поэтому они ра и и глаголы которые третья буква катаны ли фровах лифтовах ли словах лишь ма и фровах это во первых цветок получается цвести лифтовых открывать ли словах прощать слегка или шма слушали шма слышать какие вопросы дан из того что мы учили мы учили слова ешь есть и они то нет вопрос маяшла хэмба байт например можно может быть с кем-то патроноваться так попытаться побеседовать маяшла хэмба байт что есть у вас дома или ма эль нахэмба байт или майышла хэмба вуда что есть у вас б в а в до работа что есть у вас на работе и можете ответ отвечать как отвечают ешь ли у меня есть очень часто люди ошибаются и когда хотят у меня есть они начинают строить фразу таким образом они говорят они они ешь ли они ешь ли это неправильно там время у меня есть эта форма это 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 постройка так звучит ешь ли все без к без всяких они без их от а ешь ли ешь ли это означает у меня есть оставить слово они просто ешь ли или у тебя есть что у тебя есть мая шлиха третье предложение им это с ими это вопрос кто ими получается с кем имя таламет тогда вы отвечаете они ломет им и имя а если мы хотим сказать а я я учусь с ним я учусь с ним как мы скажем они ломет этот из два варианта или ему или это или ему или это только скажу что в настоящем вреде современном настоящий метод актуальный и при современной больше употребляется структура это они им поэтому я учусь с ним мы говорим они ломет это ему это и мой это им это более вещь более такая литературная и моими а в разговорном управляются это они ломет это они гадальти это я с ним роз это 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 будет с ней и так далее давайте повторим и купим то что мы сегодня смотрели учили мы говорим про глаголы и глаголы стоит учить сразу с предлогами мы сказали пример ликро ликро они курэ ло что это значит они курэ ле значит курэ имеется ввиду зову я зову его они курэ ло я зову ее их курим лиха как зовут себя если говорю этот предлог это читать или же это может быть еще это как сэ да например они курэ и то сэфир это не курэ и то я читаю с ним книгу иногда это может изменить вообще полностью понимание да как не только как в случае ликро а есть глагол лихо код лихо код это ждать так легко код это управляет с предлогом или меха келли х я жду тебя русскими вы сказали жду кого чего дано сказать предлог ламы это дательный падеж ждут себя меха келли меха келли ха келли ха келли ха ждут себя запомнить как от лимишу ждать кого-то меня спросили вчера как какой с каким прелогом управляет слова лиха бедный пример их а в эту уважать или угощать да так это управляет с предлогом это аниру цели хабет я хочу уважить предложить тебе что-то поэтому говорят они миха бед от х не лиха а от х лиха бед это мишу лиха бед это теперь можно начать уже говорить строить фразы чем мы сейчас и займемся с участниками вебинара да давайте настройтесь на такой немножко диалог разговор через разговор можно выучить очень многое главное запомнить опять таки домашнее задание это слова и постройка фраз очень надеюсь будет публиковано как можно раньше на сайте под под уроком спасибо за внимание успехов